Группа всадников, вместе с сопровождавшими их нагруженными мулами, оставила уже позади себя Испанское и Французское побережье Средиземного моря. Теперь их путь лежал через горные перевалы и речные долины по направлению к северу. Останавливались только в случае крайней необходимости. Капитан Эль вел всю свою группу с неизменной скоростью дальше и дальше вперед. Конечно же, он предусматривал необходимые остановки для кормления животных и для их отдыха. Собственно, это означало, что в обычные дни при заходе солнца они останавливались на постоялых дворах, находившихся при дороге. Сегодня вечером у капитана Эль была запланирована встреча на большом подворье в городе Фрайбурге. Чистенные башни были уже хорошо различимы в достижимой близости. С неба стали медленно опускаться крупные хлопья снега, несколько затруднявшие дыхание. Лошади фыркали, а из группы слышался недоверчивый сдержанный смех. Все участники, за исключением только предводителя, вспоминали о Балкасаре, королевской резиденции в Кастилии, с ее залитыми солнцем дворами, фонтанами и кокетливыми синдеритами с соблазнительными взорами. По всем признакам, флюгер капитана Эль должен был опуститься, однако гребень его шлема был все еще поднят. Не произнося ни слова, он наклонил копье, указывая в сторону лежащего перед ними города. Этот жест выражал следующее. «Ободритесь, товарищи, нам осталось на сегодня совсем немного». Падающий снег скрыл под своим покровом канавки по краям дороги, покрыл камни и лужи, затрудняя таким образом дальнейшее безопасное продвижение. Поэтому, вместо того, чтобы прибавить шагу, они вынуждены были продвигаться более осмотрительно, дабы не попасть в какое-либо большее затруднение. А тут еще этот ляск в ночном воздухе. Не означало ли это, что большие железные городские ворота теперь заперты на ночь? Предводитель не дал понять ни малейшим движениям, что и он услышал этот звук. Нет, ропот не принесет никакой пользы. Но не ради ли предстоящей славы отправились они сопровождать капитана Эль по имени Филиппе Альфонсо де Сильва, в чем бы ни выражалось его секретное поручение. «Я отправляюсь отсюда в Гент», – обронил он посреди оживленной болтовни, ехавших поблизости от него друзей. «Вы спрашиваете, что находится в Генте? Вам надо было бы быть более осведомленными о делах царства его королевского величества. Гент, да будет вам известно, его родина». Он родился во Фландрии и вырос там же. До сегодняшнего дня он по-особенному любит как само местечко, так и людей там проживающих. Он мог бы продолжить и прибавить. «Моя бабушка Донна Изабелла, быть приглашенной которой было бы для вас великой честью, была в прислугах в королевской детской комнате». Иногда бывает лучше кое о чем промолчать. Бабушка после двух браков стала высокочтимой дамой, обладавшей особо притягательной силой. Ее первый муж был продавец платков из Гента. Абран Дирксен принес ей любовь, безопасность и богатство. Ей все приданное, которое состояло из миловидного личика и приятного характера. А ее второй брак угрожал потери всего имевшегося. Если бы благородный Дон Фернандо де Сильва получил возможность заиметь все ее богатство, то без сомнения оно пошло бы тем же путем, каким ушло его собственное имущество. Но прежде, чем Донна Изабелла износила свой свадебный наряд, ей стало ясно, что она вышла замуж за растратчика и неудачника. Он был игрок, не владевший ничем, кроме вспыльчивости и старинного имени. Единственного, что было оставлено ей, их единственному сыну Себастьяну. Мысли капитана Эль перенеслись к матушке. К прекрасной матушке, о которой у него не осталось ни одного воспоминания. К очаровательной Матильде Дирксен, дочери от первого бабушкиного брака. По рассказам, ей было 13, когда она вместе со своей, недавно овдовевшей матерью, перебралась к Астилию, чтобы на новом месте начать новую жизнь. Ее иностранная фамилия была не по душе некоторым соседям, но богатство примеряет. Когда год спустя бабушка вышла замуж за своего поклонника, общество не вспоминало более о ее фландерских корнях. Ее дочь теперь носила имя Синьяита Матильда де Сильва, а ее очарование, умножающееся со дня на день, вкупе со слухами о ее сказочном состоянии, привлекало целый рой поклонников. Но моя Матильда стала с нетронутой, естественной и сладкой, как роза. Любила повторять бабушка снова и снова. Среди всех своих поклонников Синьяита Матильда избрала Дона Фернандо де Сильва, одного из отдаленных родственников своего отчима. Отчим и его родственник были довольно похожи на лицо. Именно это сходство было причиной сильной тайной озабоченности ее матери, довольно скоро познавшей печальную истину о своем муже. Но дочь оказалась удачнее своей матери. Ее брак был коротким, но счастливым. Он погиб на войне, и она недолго спустя умерла во время родов. И теперь Донна Изабелла, чей муж из-за своих проигранных долгов, погиб на дуэли, осталась с двумя малышами. Своим пятилетним сыном и только что рожденным внуком, которых ей предстояло воспитать. Себастьян и Филиппе, дядя с племянником, росли и воспитывались как братья. Не имея между собой ничего общего по характеру, они были как господин и слуга, или же как серьезный студент и шаловливый мучитель. Теперь же из Себастьяна получился отец Себастьян, Фердинанд де Сильва, которому покровительствовал его превосходительство епископ. Поэтому, естественно, он мог очень успешно продвигаться вверх по лестнице церковной карьеры. Да, его манера отдавать приказания своему подчиненному очень подходила к его положению. Таким образом, Филиппа получил следующий письменный приказ старшего дяди-брата. Его преосвященство приказало его превосходительству немедленно приступить к исполнению своих новых обязанностей. В связи с этим, его превосходительство вынужден оставить одно дело, имеющее для него большое значение. Поэтому, поскольку мне поручено неотлучно сопровождать моего господина епископа, я вернейше заверил его, что мой брат с радостью сослужит для него службу в этом деле. Итак, ты отправишься немедленно во Фрайбург в Шварцвальде, это в долине Рейна. Там тебе будет поручено важное задание. Для дорожных расходов ты можешь пользоваться обеспечением сокровищниц его превосходительства. Это показывает его неоценимое великодушие к тем, кто ему верно служит. На главном постоялом дворе во Фрайбурге под названием Рыжий Олень, любой мальчишка может указать тебе дорогу к нему, ты получишь дальнейшее указание. Этот двор известен на всю округу своими превосходными винами. Возьми с собой пару надежных друзей, таких, которые хотели бы в этом путешествии послужить епископу. Не позже 5 апреля, благодатного 1537 года, ты должен быть в Рыжем Олене. Сокровищницы, пробормотала Донна Изабелла, когда Филиппа показал ей послание. Только бы мой сын не подпал под проклятие этих сокровищ. «Ты сможешь увидеть Гент», – добавила она взволнованно, – «обязательно разыщи в городе своих родственников». «Его преосвященство, Папа Римский, его превосходительство, ты вращаешься среди высоких кругов, братишка», – размышлял Филиппе. «И ты не стесняешься выставлять на показ свою высоту перед своей же семьей?» «Но здесь на самом деле больше, чем хвастовство. Не во взятке ли дело?» «Официальная сокровищница с безграничными суммами, свободно льющаяся вина, а разрешение, возьми пару надежных друзей, хитрость, важное поручение, золото». «Одно дело, которое для его превосходительства имеет большое значение». Почему Себастьян не говорит напрямую, о чем речь? Смущенный, но одновременно заинтригованный Филиппе, ободряемый бабушкой спустя два дня, был уже в дороге. Его сопровождали пятеро добровольцев из его окружения. Когда же это было? В пути им пришлось многократно останавливаться по разным причинам. Но сегодня ночью, наконец-то, секрет откроется. Спотыкаясь и оскальзываясь, легкой осторожной рысью на хороших участках дороги, всадники приблизились к городским воротам. Темным контуром выделялись они перед ними, заперты. Этого больше всего и боялись пятеро путешественников. Перед закрытыми воротами расположились на ночлег несколько торговцев с нагруженными мулами, пара путешественников и ремесленников. Каждому из них пришлось увидеть, как ворота закрылись прямо перед носом. Смотря на подъезжавших, один из них посоветовал. «Бесполезно стучать в ворота, он только больше разозлится». «Стучите, стучите изо всех сил!» – отозвался другой. «Пусть его беснуется!» «Ага, пока вены на руках не лопнут!» – пробормотал третий. «Горн!» – спокойно обратился эль-капитан к одному из своих спутников. «Дай сигнал горнам!» Требовательный звук горна разорвал ночную тишину. Затем раздался второй, еще более резкий. Левое окошко вверху резко распахнулось, и при слабом свете показалось искаженное лицо привратника. «Кто это тут осмелился нарушить ночной покой? Прочь отсюда, пошлое от...» Он не закончил предложение, так как наконечник копья уколол шею говорившего. В ночной темноте перед его взором стояло очертание всадника со шлемом на голове. Его требовательный вид и тон слов не оставляли никакого более сомнения в необходимости немедленного и точного повиновения. «Пошлое кто? О ком вещаешь ты, несчастный? Сейчас же отвори ворота! Немедленно!» «Как прикажете, Ваша честь?» С масляной лампой в руке привратник открыл ворота и умаляющим тоном произнес. «Пожалуйста, только всадники! Только всадники!» Просьба была напрасная. Опоздавшие путники всей массой ринулись в ворота и едва не опрокинули привратника. Всадники со смехом наблюдали, как в ночной темноте растворились на улицах города последние силуэты вошедших. Послышался звук монет, упавших на мостовую. «Это тебе в утешении!» – сказал капитан Эль и тут же обратился к своим спутникам. «Мы уже в городе. Только как же нам добраться до рыжего оленя?» Дон Филиппа почувствовал, как кто-то потянул его за рукав. В мерцающем свете лампы привратника, усердно проверявшего мостовую, не упустил ли он чего, он увидел уличного мальчишку, только что вошедшего со всеми опоздавшими. Он повторял «Рыжий олень! Рыжий олень!» и тянул капитана Эль за рукав. «Сюда, человечие!» – рявкнул предводитель привратнику. «Посвяти-ка!» Привратник, теперь уже обильно истекавший под обострастием, урожай на мостовую оказался более чем обильным, кинулся к нему с лампой. Но маленькому вожаку не требовался свет. Уверенно вел он всадников по заснеженным улицам и аллеям, пока не остановился перед каменным зданием с соломенной крышей. Большая эмблема с изображением ветвистого рогатого оленя покачивалась над опущенным пологом, закрывавшим вход в дом. Из обеих окон справа и слева от входа струился неясный красноватый свет. «Горн!» – сухо обратился капитан к своим людям. Горячая вода успокоительно подействовала на обветренные лица. Как и полчаса для каждого под умелыми руками стирюльника превратили шестерых путешественников в видных молодых людей. Теперь они были в точности такими, какими их знали в их родном окружении. Сатиновые, тонкого полотна рубашки, камзолы, кружевые наплечники, вкупе с напомаженными и завитыми волосами довели до полного совершенства их внешний вид. Все это вместе взятое указывало на их высокое происхождение и знатные имена. Короткий темный коридор вел прямо из хозяйской комнаты в гостиную, предназначенную для принятия пищи и общения. Дон Филиппе, как и подобает предводителю, шел на пару шагов впереди своих компаньонов. Дойдя до входа, он отодвинул сторону занавес и замер на мгновение, оценивая цепким взором все помещение гостиной. На выложенном камнями полу слева от большого камина лежала целая свора мирно дремлющих охотничьих собак. На стенах через равномерные промежутки горели факелы, вставленные в специальные настенные подставки. Они освещали длинный стол, за которым сидела добрая дюжина крепких парней, несомненно крестьян, перед каждым из которых стояла большая кружка пива шапкой крепкой пены. Они обменивались новостями и шумно шутили. За маленьким столом наполовину в тени сидел священник. Попутчики капитана Эль заметили, что глаза священника внимательно следовали за взглядом их предводителя, оглядывавшего помещение. Но священник отвел свой взгляд в сторону, как только хозяин подошел к ним, приветствуя поздних гостей. Довольны ли вы отведенными вам комнатами? Наверняка после многодневной скачки по холоду вам хочется устроиться поближе к огню. Нет, не так близко. Может быть, вам угодно сесть здесь? Удовольствие вам. Хозяин трактира без проблем сменил свой родной народный говор на принятый в Европе торговый язык. Святое Римское царство состояло из многочисленных отдельных графств, находившихся под управлением главы испанского короля Карла V. Благодаря различным договорам, через заключение выгодных браков и умелое использование наследства, Карл V полностью устранил правительство, не обращая внимания на взгляды и желания своих подданных. Но это вовсе не занимало сегодня головы молодых друзей из Кастилии. В конце концов, они принадлежали к высшему сословию и были господами среди себе подобных сотворенных людей. Естественно, как делается во всем мире, для них был немедленно освобожден стол, за которым до этого сидели люди невысокого звания. Сияя от подобострастия и непрерывно кланяясь, хозяин помог им удобно расположиться. Во мгновение ока на столе появились говяжий ростбиф, запеченный на вертеле молодой поросенок и зажаренный, откормленный молодой петух. А до вершения – круглый хлеб. «Еще бутылку вашего знаменитого рейнского вина», – сказал эль-капитан. «Само собой разумеется», – воскликнул трактирщик. «Специально для высоких господ я достану из погреба наилучшее многолетнее вино, изготовленное из лучшего винограда». Он поспешил выполнять заказ. «Мне кажется, что посредник поручения еще не появился здесь», – пробормотал дон Филиппе. «Если только вон тот священник в углу», – проговорил сидевший справа от него попутчик. «У меня создалось впечатление, что он следит за каждым нашим движением», – подтвердил капитан Эль. Но сейчас все его внимание полностью переключилось на умелое движение мясницкого ножа в руках слуги, уже поделившего на части петуха и нарезавшего теперь сочные ломти поросятины. Во время ужина, должное которому отдали вновь прибывшие гости, казалось, как они сами, так и священник полностью игнорировали друг друга. Постепенно рассеялись окружавшие их зрители, бегавшие за спинами. Приятное тепло огня, хорошая пища и удобные сиденья оказали свое действие. У некоторых из новоприбывших стали закрываться глаза от усталости. Их предводитель, оглядев своих друзей, сдержанно произнес, «Отправляйте спать». «А ты, капитан?» «Я подожду еще немного». Не переставая осторожно и внимательно оглядывать гостиную, он поднял руку в знак безмолвного прощания. Его попутчики вышли из зала. Едва только опустился занавес за последним вышедшим, в зал вошел человек, одетый в черное, статный, черноволосый, смуглый. Его взгляд остановился на Доня Филиппе. Хамская улыбка промелькнула на его лице. Мгновенно изменив выражение лица, он с серьезным видом подошел к молодому костильцу. «Капитан Филиппо Альфонсо Питер де Сильва?» Голос незнакомца выражал почтение. Слегка приподнявшись, капитан Эль ответил незнакомцу достойным и серьезным поклоном. «Позвольте мне представиться», – попросил тот. «Вы приехали в точно в назначенный день. Это чудесно. Итак, вы готовы принять поручение, не так ли? Люди ждут во дворе». «Люди?» – резко спросил Дон Филиппе. «Возможно ли это, что вас не известили?» «Известили о чем, сеньор?» Хамская усмешка опять появилась на лице незнакомца. Теперь он ее больше не скрывал. «Пройдемте со мной и посмотрите. Я желаю вам особую радость для выполнения особого поручения его превосходительства, так как он любит особую тщательность в даваемых ему поручениях. «Лампу хозяин!» – приказал он. «Не забудьте свою одежду, капитан Тесильва, она вам пригодится», – обратился он почтительно к Дону Филиппе. Крупные хлопья снега медленно кружились в воздухе, опускаясь на землю. Двор трактира был укутан снеговым покрывалом, издававшим под ногами ходящих приятный хруст. Мерцающий свет лампы осветил несколько групп, сбившихся в небольшие кучки людей, покрытых снегом. На первый взгляд казалось, что они замерзли. Лишь приглядевшись, можно было различить едва заметное движение. «Вот они, ваши поручения. Я желаю вам радости для вашего задания!» Дон Филиппе недоуменно взглянул на незнакомца. Зайдя из захлебывающимся смеха, тот выдавил только одно слово – «Еретики!» Возможно ли за несколько мгновений сменить чувство страшного разочарования на до боли пульсирующее, трепещущее облегчение? Неделю за неделей, поскальзывая, спадая и снова поднимаясь, они были в пути через горные перевалы и долины. Их обувь износилась до предела и порвалась. Обветшавшая одежда не могла более защитить от холода их изнеможженные тела, особенно ночью. Несмотря на все это, они были немилосердно понуждаемы, подгоняемы двигаться дальше и дальше, вперед и вперед. Они стали ссором для мира, перекрещенцы. Произнося с глубочайшим презрением это слово, каждый плевался, не будучи в силах сдержать свои чувства. Единственная надежда, за которую хватилась Магда и которая сопровождала ее день за днем, была той, что все они, включая и ее возлюбленного отца, пожилого доктора Конрада Гиссен, умрут в дороге, добравшись до вершины земной жизни, то есть до смерти, чтобы избежать сожжения. Если это так и случится, то епископ, бывший могущественный покровитель ее отца, не сможет достичь своей цели, допрашивать лично Конрада Гиссен, не доверяя это никому другому. Ненависть епископа невозможно было скрыть. Как настойчиво и требовательно направлял он в Баварии и Савоях поиски старого врача. Как непристойно шумно выражал он ликование по поводу большого улова еретиков, удавшимся ему в швейцарских пещерах. Гонимые, как стадо животных, они достигли ворот Фрайбурга незадолго до наступления темноты. Нетерпеливые погонщики загнали их в этот двор, где они, опустившись в изнеможении на землю, получили некоторое облегчение. За исключением одного оставшегося с ними охранника, остальные зашли в помещение, предлагавшее им обилие тепла, пищи и отдыха. Обычно вечерами связанные мученики тихо беседовали друг с другом и негромко пели для ободрения. Но сегодняшний холод, казалось, сковал их языки. Или же все они настолько упали духом, что были больше не в силах возвысить свои голоса? «Ах, были бы только эти ужасы уже позади нас», – размышляла Магда. «Ведь холод – благодатный палач». Громкий голос внезапно вырвал ее из плавного хода печальных размышлений. Смех, мерцающий свет лампы и возглас еретики – это слово заставляло ее поневоле сжиматься всякий раз, когда она его слышала. Последовала продолжительная пауза, показавшаяся для них целой вечностью. Потом заговорил другой голос. «Я принимаю поручение. Теперь, исполнив вашу часть в этом поручении, не будет ли вам угодно прислать ко мне хозяина трактира?» Какой-то другой голос прервал говорившего. Он звучал одновременно неестественно гладко и сухо, как шуршащая под ногами осенняя листва. «Матушка Церковь может освободить вас, сеньор, от тяжкого бремени. Как я уже раньше говаривал вашему предшественнику, нет никакой необходимости ввести этих еретиков в Гент. Здесь поблизости у нас есть тюрьма, а мы сами вполне готовы успешно использовать все имеющиеся средства против тех, кто восстает против Матери Церкви и нарушает ее покой. «Благодарствую, брат. Отец Клаудиус, ваша честь. Я священнослужитель Церкви Пресвятой Девы Марии, известной всему христианству. Несомненно, прозвучал вежливый ответ. Но поскольку я имею непосредственное поручение от личного секретаря епископа и моего родственника, отца Себастьяна, то остаюсь исполнителем данного мне задания. А вот и хозяин. «Думаю, что вы согласитесь с тем, что этим людям необходим сухой ночлег, если мы хотим, чтобы они пережили эту ночь». И Филипп отдал несколько распоряжений, после которых открылась дверь хлева для принятия бедняк. Было ли это действительностью? Мягкая лежанка на свежем сухом сене была приготовлена для промокших насквозь людей. А к этому еще были внесены две жаровли с горящими углями, у которых они могли несколько отогреть свои закоченевшие члены. Они получили горячую воду для питья, также хлеб с остатками мяса для утоления голода. Возможно, это предназначалось для собак. Но тем не менее, когда в последний раз они кушали мясо? А то, что последовало за всем этим, превзошло все мечтания. Им сняли цепи и дали попоны, чтобы было чем укрыться на ночь. «Так вы сможете лучше спать и отдохнуть», – сказал необычный офицер. «Разве костильские христиане имеют обычай баловать врагов в церкви матери, обходясь с ними таким образом?» «Они уже допрошены и осуждены?» «Нет». «Тогда, поскольку я подчиняюсь непосредственным указаниям епископа, которым возложена на меня ответственность, я рассматриваю своим долгом доставить их живыми к назначенной цели. Благодарствую за ваше дружелюбие, отец Клаудиус. Спокойной ночи!» В хлеву стало темно. Только затухающие угли в жаровне давали слабый свет. Из-за деревянной перегородки, поднимавшейся почти до конька, слышно было пошаркивание копыт и негромкое фырканье лошадей. Немного спустя, после того, как молодой офицер оставил их в одиночестве, предварительно убедившись, что засов надежно закрыт, Магда услышала, как он начал разговаривать с лошадью. «Кто он такой? Откуда он может быть?» Ее отец негромко прошептал. «Мне кажется, мы попали в добрые руки». Из темноты до них донеслось задумчивое. «Разве будет иметь это какое-то значение в конце?» В это же мгновение раздался ответ, произнесенный твердым голосом. «Мы идем не к концу. Это путь Божий, ведущий в вечность. Никто и никогда, даже кровожадный суд, не сможет наложить на нас свою руку, если на это не будет Божьей воли. Девятнадцать безвинных арестантов, против которых было выдвинуто страшное обвинение, выражавшееся в том, что они восстали против повсеместно принятых человеческих обычаев, чтобы исполнять волю Божью, переносивших холод и жару, дождь и грязь, осмеянных, как их надсмотрщиками, так и проходившими мимо и неоднократно забрасывавшими их камнями обывателями, достигшие теперь этого неожиданно грубого убежища соединились в прославлении Бога. Магда была двадцатой в этой группе. Она не стала петь вместе с остальными. В заключение пения Конрад обратился к ним с разумными словами. «Давайте теперь поспим немного, пока есть такая возможность». Дон Филиппо был в действительности не слишком изумлен, увидев своих приятелей еще бодрствующими. Они все еще впитывали в себя тепло, излучаемое камином, но не это было самой главной причиной. Да, естественно, они хотели бы знать, в чем заключается секретное поручение. Нет, они не пойдут на покой, пока их любопытство не будет удовлетворено. Все они, эти пятеро, были верными друзьями, совместно пережившими уже ни одно приключение. От них не было слышно ни одного слова ропота и недовольства за время нашего путешествия из Кастелии. Но это задание оказалось совсем особенным, непредставимо особенным. Теперь каждый из них должен будет добровольно решить, пойдет ли он дальше или же возвратится. Продолжение пути может привести к волнениям в матери церкви, как оказалось на практике с этим священником здесь. Филиппо развернул стул и селся на него верхом. Продолжая хранить скептическое молчание, он всматривался в лица друзей. Ну, голос Леона Нонец Лерма звучал несколько вызывающе. Он всегда был переполнен энергией и обычно начинал говорить первым. «Твоя отлучка была довольно долгой», – радостным тоном стал настраивать его на разговор Хайме де Кастро. «Нас ожидает колесница, загруженная под завязку драгоценностями, которая нам доверена доставить его величеству в Гент?» «Что-то вроде того», – отозвался наконец Филиппо, продолжая размышлять. «Ах, да скажи уже!» Франциско Пабло де Ройс, сказавший это, был самым красивым из всех шестерых, обладавший к тому же даром красивой речи. «Почему ты все еще держишь нас в неизвестности?» Пришло время, когда каждый из нас стоит перед необходимостью серьезно принять решение, мои друзья. После сказанных мной слов «Не томи больше, капитан!» – в один голос воскликнули несколько из них. «Итак, знайте, секретное поручение – кучка находящихся во дворе скованных друг с другом еретиков. Что скажете на это?» «Еретики?» – в один голос воскликнули все пятеро. «Именно так, по крайней мере, их в этом обвиняют. Допроса еще не было, поэтому приговор им еще не вынесен, насколько я мог понять. А если мы их просто здесь оставим, тогда ими займется местное духовенство. Об этом сказал мне священник здесь находящийся, тот, который сидел недалеко от нас в гостиной. А если мы их отведем на север, тогда многомилостивый епископ, высокий почитатель моего брата, без сомнения, сделает то же самое с ними, что и духовенство здесь. Друзья, что для нас теперь важно?» Дон Филиппо на мгновение остановился и твердо продолжил. «Подошло время. Сейчас решает каждый за себя. Выбирайте, говорите. Каждый только за себя лично». Хайми, невысокий коренастый парень, безобычной для него наигранности, подошел к Филиппо и положил руку ему на плечо, серьезно спросил. «А ты сам, друг, что думаешь ты обо всем этом?» Дон Филиппо внезапно почувствовал затруднительность поставленного вопроса и потер нос рукой. «Я не имею ничего общего со священником. Это первый пункт. У него руки чешутся, так он мечтает наложить их на эту маленькую группу. Для того, чтобы его еще больше рассердить, я охотно задержусь здесь на пару деньков. С другой стороны, за это время смогут лучше отдохнуть как наши лошади, так и бедняги-арестанты. С ними обращались просто безжалостно. А мы сможем насладиться несколько дольше чудесным рейтским вином». Громкий хохот раздался в ответ на его слова. Филиппо поднял руку, чтобы призвать к тишине. «Несомненно, по пути будет еще достаточно постоялых дворов. Я не собираюсь отказываться от их посещения, покрывая все расходы из сокровищниц его превосходительства. На это у меня есть полное право. Но я не могу решать ни за одного из вас». «А что ты сделаешь, если мы возвратимся в Кастилию?» «Найму добровольцев. За меня не беспокойтесь». «Еще кое-что, друзья. Мы проверены временем и друг другом. Знаете, я не буду думать ничего плохого ни об одном из вас, если вы решите отправиться домой. Это моя ответственность, моя проблема, если хотите». «Я хочу остаться верным моему поручительству перед моим дядей и братом и доказать мою добродетель. Вообще же, это унизительнейшее поручение, о котором я не мог даже подумать. Друзья, ваше решение». «Подобает ли другу спрашивать об этом? С самого начала гент был нашей целью», – твердо сказал Хайме. «Изменились обстоятельства», – с упором отозвался Филиппе. Воцарилась напряженная тишина. Наконец, каждый из друзей сказал только одно слово. «Гент, гент». Ни один из них не отступил назад. Дон Филиппе вздохнул облегченно и сказал. «Очень хорошо, мои друзья. Несомненно, мой брат вознаградит вас соответственно. Обещаю, что я лично позабочусь об этом. А теперь в кровати. Всем спать!» Субтитры создавал DimaTorzok